Девушки отдыхают У меня это немаловажное место Во-первых, здесь жили мои бабушка и дедушка А так как дедушка, вообще так сложилось, что я пошел в футбол Потому что импульс мне дал дедушка Он попал в больницу и лежал в одной палате с тренером детским Который тренировал меня на Сильмаше И если бы он, наверное, не попал в больницу То я бы, может, вообще на футбол не пошел Первое время вообще ходил только по воскресеньям Я не знаю, как тренер меня еще не выдал Потому что у родителей не получалось возить меня каждый день По воскресеньям приезжал чисто на игры А потом уже, когда меня уже Игорь Давыдович Белкин забрал с дешор Ну там уже вопрос стал ребенком Надо было заниматься серьезно каждый день Но так получилось, что поставили перед выбором И пришлось переехать уже, жить к дедушке с бабушкой И ходить каждый день на трену Вот тут ребята, которые собирались Наверное, вот играли, вот эти были Они до сих пор устоят И вот пенек, и дерево И вот мы здесь гоняли постоянно В принципе, ничего не поменялось Только вот дерево срезали У меня всегда была тяга к спорту Так как папа у меня всегда был такой активный Он занимался и волейболом, и всеми видами спорта Поэтому у меня к спорту всегда был предрасположен Но если бы не стал футболистом Честно, не могу сказать Может быть, в армию пошел Там бы армейская жизнь бы сложилась Тяжело ли мне было, что по времени прошло Если тренер что-то во мне разглядел Значит, было за что меня взять в секцию А, конечно, когда пришел, сразу чувствовалось Когда ты играешь во дворе Ребята не такого серьезного уровня Пришел на секцию, да, там уже Ребята потехничнее, побыстрее Было сложно однозначно Конечно же, это поздно Если есть возможность пойти раньше Однозначно нужно идти раньше У меня просто такой возможности не было Я думаю, все возможно Вполне Главное желание, трудолюбие Относиться к делу серьезно Стараться И почему нет У меня так день был разбит с утра до обеда в школу Потому что учился я в Новобелец Это далеко было В принципе, пока в школу доедешь обратно Потом сразу на детский стадион На тренировку уже вечером Ну, как бы, мы редко собирались с ребятами играть в футбол Поэтому занятость такая была Ну, таких еще парень ответственный Старался в руки еще как-то делать Поэтому, ну, не могу сказать, что я прям в городе И тут пропадал на улице в деревне, да, там Мы с утра до вечера на улице бегали в городе И я, во-первых, к нему не сразу привык Потому что мне было тяжело деревенскому жителю Там дома, движения Я к этому не привык Поэтому, ну, прям не могу сказать, что я здесь пропадал У восьмого класса был крепкий, хорошестый У меня даже четверок у меня было немного А уже, когда начал серьезно заниматься футболом Ну, чуть-чуть все похуже стало Потому что пропускать стало очень много Меня как-то начали с девятого класса привлекать к дублирующему составу Тренировался уже с дублем у Гомеля И еще тогда в Белеце эта база была, функционировала Мы там могли по две-три недели на сборах сидеть Ну, это, конечно, сказывалось Благо шли в школе на встречу У меня с языками было неплохо Русский, белорусский у меня довольно-таки неплохо шли, да Английский? Ну, с английским, как бы, в школе, там, в силу своих причин У нас в деревне не было преподавателя по-английски Он был, но, как вам сказать, он был наездом Когда я перешел в Венсполс, у меня главный тренер был англичан Поэтому вот там уже вот это вот незнание полноценного английского Оно, как бы, ну, я почувствовал наиболее И там в команде было очень много легионеров, нигерийцев С Латинской Америки И ребят было много Довольно-таки интернациональная команда была И там тренер общался с нами и на английском И на ломаном русском Но в основном с ним, конечно, все старались говорить на английском Но вот, наверное, за этот период я его и подтянул Ну вот, в принципе, это место, где я вырос С самого детства здесь вот на площадочке Я и начинал свои, прям первые шаги мы здесь все время играли Одноклассники приходили, друзья мои И собирался весь поселок И мы здесь бомбили футбол до позднего вечера Там, думаю, еще, помню, фонарь горел Когда уже поздно прям рубились Было свое такое освещение маленькое Мы тут прям до позднего вечера гоняли футбол ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переполни у меня в десятом классе девочки до времени Комната, конечно, изменилась Раньше здесь была моя кровать Здесь брата Деревна для меня всегда Я, сколько бы где ни находился Но стараюсь найти время Приехать к родителям С кем-то увидится Школьные друзья С которыми, вы знаете Которые ты целый день вместе на улице Это совсем другое Футбольные друзья, они тоже для меня очень ценные Я со многими общаюсь до сих пор И футбольная дружба, она особая Она тоже очень крепкая Но у меня есть и друзья детства Которые мы до сих пор общаемся Встречаемся Не забываем друг друга Это уже своя такая детская дружба Она тоже очень для меня такая ценная Когда собиралось много Прямо ребят И старших И помладше То уже играли даже на все поле Старшие не всегда брали Когда брали, играли все А сейчас даже не знаю Собирается Но судя по тому В каком состоянии Было поле летом Здесь прям трава была высокая Но он вряд ли будет собираться Скорее всего Да, когда мы здесь бегали Вот это все От ворот до ворот В принципе, было так вытоптано нормально Я здесь уже лет Вот 15 не было 15 человек Это большой класс В основном Сейчас я насколько слышал По выросим Здесь человек Большой класс Дружный класс Да Этот класс Математики Был как бы Наш класс Именно Постоянно У нас здесь Вот Наталья Алексеевна Была Классным преподавателем Уже С пятого класса У нас здесь Классные часы были Это наш Главный класс Поэтому И именно Вот этот класс Еще такой Довольно-таки Для меня особенный Активный Спортивный Везде участвовал Особенно футбол И привлекал других Меньше ребят Прямо по моменту И все так и осталось Когда я был Все так и осталось Так и коричневый Все же Мапа Все время В волейбол Играл Мы сюда Семьи Вообще Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому